МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях главный онколог Рязани, главный врач областного клинического онкологического диспансера Михаил Рязанцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы с 2007 года возглавляете Рязанский областный онкологический клинический диспансер. Расскажите, есть ли какая-то динамика по пациентам? Больше их стало или меньше за это время? Вопреки утверждениям, что онкологические заболевания растут очень сильно среди населения, я бы не мог такой тенденции отметить, потому что за 30 лет моей работы в онкологическом диспансере у нас приблизительно на учете постоянно находится где-то порядка 26-27 тысяч. Ну, вот на нынешний год 31 тысяча пациентов. Все в пределах, как бы сказать, как раньше, так и сейчас. Другое дело, что рост происходит за счет того, что население Рязанской области стареет все-таки. Потому что, к сожалению, следует отметить, что у нас так называемый регрессивный тип населения, когда где-то около 25% населения – это лица пенсионного возраста. А так как онкологические заболевания – это удел пожилых людей в основном, то, естественно, цифра заболеваемости обусловлена именно количеством пожилого населения. Только что с этим связано. Если говорить о последнем времени, то с какой стадии чаще всего приходят? То есть это когда еще можно лечить или уже запущены пациенты? Ну, в общем, скажем так, что сейчас увеличилось количество первых-вторых стадий, и существует так называемая дорожная карта. Все это является результатом большой проводимой профилактической работы с лечебными учреждениями общей лечебной сети. Потому что функция диспансера – это не диагностика, а лечение и наблюдение, и выработка методических рекомендаций для сотрудников общей лечебной сети. Потому что основная тяжесть задачи ложится, конечно, на плечи общей лечебной сети. Поэтому, естественно, выезды в межрайонные центры, в обычные районные больницы, в поликлиники города, в стационары города и так далее. Обучение фельдшерского персонала регулярно происходит в стенах диспансера. То есть два раза в год цикла по обучению акушерок и фельдшеров в связи с ранней диагностикой смотровых кабинетов и так далее. Все это, в конце концов, после нескольких лет кропотливой, непрерывной, можно сказать, работы дало свои плоды и нашло отражение в том, что количество первых стадий, первых и вторых стадий увеличилось, допустим, с 42% 7-8 лет назад до 55% в минувшем году. То есть это неплохой показатель динамический для онкологии, когда успехи в лечении в диагностике онкологических заболеваний зачастую измеряются долями процента, то это, как бы сказать, ощутимая цифра, которая действительно внушает оптимизм. Потому что лечить в первую-вторую стадию, конечно, гораздо более эффективно, чем лечение третьих-четвертых стадий. И, естественно, менее финансово затратно, потому что меньше лекарственных препаратов используется, меньше объем хирургических вмешательств, потому что большие хирургические вмешательства, как правило, приводят к стойкой инвалидизации пациентов и тяжелому реабилитационному периоду, в том числе и социальной адаптации, трудовой реабилитации. А хирургическое лечение на ранних стадиях позволяет не только надежно излечить этих пациентов, но еще и выполнять органосберегающие операции, которые полностью человек возвращает в строй, как и к социальной жизни, к семейной, к трудовой и так далее. Онкологический диспансер – это крупное медицинское учреждение. В нем семь клинических, четыре диагностических, отделение, три лаборатории, работают больше сотни врачей. Если говорить о нашем уровне, среди аналогичных центров, где мы находимся? Можем ли конкурировать с ведущими российскими и мировыми, может быть, центрами? Специалисты и персонал, сотрудники Рязанского областного онкологического диспансера, коллектив вообще-то создавался десятилетиями, и традиции десятилетиями, которые мы стараемся в меру своих скромных возможностей поддерживать, они сохранились. Поэтому все современные виды вмешательств, программы лучевой терапии, в том числе эндоскопические, хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях, все эти виды помощи оказываются в Рязанском онкологическом диспансере, в том числе высокотехнологичном. Для каких операций нужно уезжать из Рязани? Вот что Вы не можете пока сделать? В силу того, что у нас немножко есть проблема с площадями, скажем так, мы не занимаемся хирургией легкого, это на базе областной клинической больницы, это ракальное отделение есть хирургическое, и мы не занимаемся опухолями мозга. Все остальные локализации, они, как бы сказать, доступны для лечения в онкологическом диспансере. 4 февраля у нас день борьбы с раком, у Вас уже 30-летний опыт в сфере онкологии. Хотелось бы понять, что тогда не могли лечить, а сейчас можете. Вот насколько изменились возможности врачей? Естественно, вперед-вперед идет медицина, тут вне всяких сомнений, потому что возможности современной, допустим, лучевой терапии, не сравнить с теми возможностями, которые были 30 лет назад. То есть внедряются новые технологии, если раньше все хирургические вмешательства открытым способом выполнялись, то сейчас очень многие выполняются лапароскопическим доступом. Самое главное – объем хирургического вмешательства. Разрез может быть маленьким, а объем может быть большим. Самое главное, чтобы он был адекватным, то есть распространению заболевания. То есть для пациента, может, и хорошо, что у него небольшое отверстие в передней брюшной стенке, но на самом деле для него хорошо, чтобы объем хирургического вмешательства соответствовал его заболеванию. Это самое главное. А отверстие – это дело уже самое последнее в этой ситуации, на самом деле. Диагностические возможности оборудования, конечно, значительно расширились, потому что с использованием методов радиоизотопной диагностики, сейчас лабораторная диагностика с биохимическими анализаторами далеко шагнула вперед методы подсчета лейкоцитов и ретроцитов под микроскопом. У нас в патоморфологической лаборатории установлена роботизированная система патогистологической проводки, то есть это исследование операционного, биопсийного материала и так далее, которое позволило не только ускорить время от взятия биопсии до ответа, но еще и позволяет иммуногистохимические методы исследования проводить, то есть когда не совсем ясно источник опухоли, меченный специальными антителами, он позволяет установить исходный очаг, если так по-простому это все выражаться. То есть это, естественно, огромный шаг вперед, причем уровень нашей патоморфологической лаборатории таков, что это является референсным центром Центрального федерального округа России. То есть вас берут пример, да? Мало того, что у нас направляют на консультации другие прилежащие области в нашу патоморфологическую лабораторию для установления окончательного заключения, то есть очень-очень сильное и персонал, и оборудование. Вот радиоизотопные методы исследования, то есть у нас появились, допустим, гамма-камера, совмещенная с рентгеновским компьютерным томографом, которые позволяют отдифференцировать какие-то образования в тканях и идентифицировать их как доброкачественные или злокачественные и так далее. То есть это такие сложные тоже методы исследования, когда вводится радиоактивный изотоп в организм пациента и одновременно проводится рентгеновское компьютерное сканирование. Одно изображение накладывается на другое, в результате чего, естественно, более точный диагноз ставится. Сейчас стало модным, когда врачи совещаются, это новая технология, которая пришла и в Рязань. Используете ли вы ее в части онкологии? Онкологов на самом деле в России не так уж много, и мы все друг друга знаем, если честно говоря. Поэтому если возникают какие-то вопросы, которые мы самостоятельно, может быть, и не можем решить тактически и так далее, естественно, у нас прямая связь с онкоцентром Блохина, с институтом имени Петрова в Санкт-Петербурге, с институтом рентгенорадиологии, а институт Герцена, Московский институт Герцена онкологический, это наш прямой куратор, как бы сказать. То есть больше всего мы с ними, конечно, совещаемся, цикл усовершенствованный проходим на базе, врачи многие. Поэтому у нас очень тесные связи, причем которые поддерживаются десятилетиями. Поэтому, опять же, десятилетиями. То есть это скорее личный контакт, да, ваше уже знакомство? Ну, потому что, ну, как бы сказать, люди... Я не самый пожилой, вернее, не самый с большим стажем сотрудник онкологического диспансера. У нас есть люди, которые 40 лет работают и так далее. Естественно, масса знакомств именно и в главных институтах, и так далее. И постоянный контакт происходит. То есть тут как-то даже вот дифференцировать-то сложно, потому что нет ничего проще, как снять трубку, позвонить и пообщаться, и получить консультацию, если необходимо съездить туда или с пациентом вместе и так далее. То есть тут вообще никаких вопросов не возникает. Если говорить о районах Рязанской области, с ними такая же плотная связь? Конечно. То есть сотрудники нашего диспансера, каждый район Рязанской области имеет своего куратора, из врача, из онкологического диспансера, который минимум два раза в год выезжает. Цель, как бы сказать, и статистика, и консультация пациентов на месте, и помощь в лечебно-диагностическом процессе – это минимум два раза в месяц. Причем существует еще пять межрайонных диагностических центров на базе крупнейших центральных районных больниц. Это Сасовская больница, Скопинская, Шиловская, Касимовская и Ряжская. То есть они как раз в рамках этой программы оснащены необходимым диагностическим оборудованием. На базе этих больниц развернуты койки дневного стационара, которые позволяют проводить лекарственную терапию, ну, как бы химиотерапия, да, лекарственная терапия, это называется, приближено к месту жительства этих пациентов. То есть из прилегающих районов они могут проходить это лечение на базе межрайонных центров. И в заключение хотелось бы, чтобы Вы дали несколько советов людям, ведь я думаю, что рак зависит и от поведения самого человека. Может быть банально прозвучит, но отказ от курения однозначно. Здоровый образ жизни. Отказ от дивана с телевизором в пользу лыж и пеших прогулок обязательно. Стресс является, естественно, неоспоримым фактором возникновения онкологических заболеваний, хронический стресс. Поэтому чаще надо улыбаться. Самая главная профилактика – это регулярно проходить раз в год профилактическое обследование с целью выявления предопухолевых заболеваний. Потому что лечение, естественно, практически ничего не стоит. И в функциональном отношении, в первую очередь, говорю, когда можно удалить минимальную часть органа, поражённую именно предопухолевым состоянием, и гарантировать полное выздоровление. В отличие от того, когда человек приносит на носилках, ему трудно дышать, а стоять он вообще не может. Но родственники требуют лечения. Но вы поймите, что лечение онкологических больных связано с определённым риском тоже. Потому что препараты весьма токсичные, которые используются для лечения, хирургические вмешательства весьма обширные и травматичные, которые используются для лечения, сама лучевая терапия – это тоже нагрузка. Все же помнят, в Чернобыле к чему приводит традиционное поражение, это тоже вызывает и осложнения бывают. Любой вид лечения, и чем он обширнее, чем агрессивнее, тем он таит в себе более вероятность осложнений. Тут от этого никуда не денешься. Это уже зависит не от метода лечения, а, как правило, от организма. А так как у таких пациентов с резко ослабленным иммунитетом, с резко ослабленным здоровьем ресурсы исчерпаны практически, то, естественно, вероятность осложнений у них намного порядков больше. Иногда приходится отказывать вообще в специализированном лечении в этой ситуации, потому что уже просто само лечение приведет к развязке ускоренной, только и всего. К сожалению, родственникам и самому пациенту это очень трудно бывает объяснить, что порождает, опять же, жалобы определенные, хотя я считаю, что они абсолютно необоснованные. Следить за собой надо, за своим организмом. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за советы. Надеюсь, что рязанцы ими воспользуются. А я напомню нашим зрителям, что в гостях у нас был Михаил Рязанцев, главный онколог Рязанской области. До новых встреч!